Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Планета ТВ» и информационная еженедельная программа «Панорама недели» в студии Надежды Нестерова. Сегодня среда, 13 апреля и в нашем выпуске. Расставил все точки над «и». Мэр города Виктор Аблогин провел пресс-конференцию, в ходе которой ответил на интересующие вопросы журналистов. Марафон здорового образа жизни. В Горно-Алтайске во Всемирный день здоровья прошла массовая фитнес-разминка. Туристическая зона. Презентация эколого-экономического обоснования особо охраняемой природной территории урочища Илланда прошла в городской мэрии. Об этом и многом другом вы узнаете в ближайшие 25 минут на телеканале «Планета ТВ» в программе «Панорама недели». Как сообщило Главное управление МЧС России по республике Алтай, поводковая ситуация в Горно-Алтайске и других муниципалитетах региона на особым контроле. В связи с выпадением большого количества осадков наблюдается повышение уровня рек. По состоянию на 12 апреля уровень воды в реке Майма в Горно-Алтайске повысился на 37 сантиметров. Туркетических отметок еще далеко, однако необходимо быть в готовности своевременно принять меры безопасности. В связи с возможным осложнением поводковой обстановки граждан, проживающих вблизи зон возможных подтоплений, заранее просят позаботиться о сохранности имущества. Собрать документы, теплые вещи, продовольствие, внимательно следить за информацией о поводковой обстановке и выходящих в средствах массовой информации. 7 апреля в администрации города прошла пресс-конференция мэра Горно-Алтайска Виктора Блогина. В ходе брифинга глава города рассказал журналистам о своих ближайших планах, а также ответил на интересующие их вопросы. Продолжение темы в материалах моих коллег. Основной темой общения с журналистами стало решение главы города принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатов в Государственную Думу по одномандатному округу. Комментируя свое решение, Виктор Александрович отметил. Наверное, это для меня еще одна возможность пообщаться с людьми, с населением нашего города, выслушать их вопросы, предложения. Поэтому, прежде всего, наверное, для меня это интересно. И возможность не только тех проблем, которые в городе, вопросов, которые интересуют людей, но и, так скажем, площадки расширяются. Предварительно, вот это голосование, вот эти встречи, они будут проходить по всей республике. Поэтому, вот, наверное, это главное. Но это не факт того, что я принял твердое решение обалотироваться в Государственную Думу. Это отдельный совершенно вопрос, который будет решаться согласно законодательству, мы знаем, в летний период. Вот, поэтому решение окончательно, вот это, кто будет баллотироваться в Думу, будет определяться с вами партией. И я, как член партии, буду, вот, вынужден, или я считаю, необходимым, то, вот, подчиниться решению партии. Кроме этого, журналистов интересовали и другие вопросы. Прогнозируемо, что часть из них была посвящена событиям, связанных с обысками, допросами предпринимателей и работой правоохранителей. Ситуация вот с выдвижением обвинений ваша со стороны Следственного комитета, и не мешает ли эта ситуация выдвижения вас как кандидата? Мне в жизни приходилось отстаивать интересы города на разных, при разных условиях. Время меняется. Если ранее, если ранее, 90-е годы, стрелями в спину взрывали, я это проходил. Вот, что сегодня методы другие используются. Хотя возня вот эта, которая идет, конечно, мне неприятно. Когда вызывают предпринимателей и говорят, вот, дай ложные показания. Нет, мы вот разорим твой бизнес. Да вот, мы там цигурякуем про тебя, про тебя делаем. Я думаю, это просто заказ. Я спокойно совершенно. Я знаю, что я ни у кого ничего не взял. Никогда не возьму. И вот то, чем служил, вот, что мог я делал. Я этими занимаюсь сегодня. И буду заниматься. Я считаю своей гордостью, своей работой, 25 лет мэром. Мне удалось своей командой сохранить эту муниципальную собственность. Водопроводных и инновационных хозяйствах, энергетику города. Сколько попыток было. Передать, забрать, продайте. Подкупы. Мы тебя проведем, там, профинансируем твоим лицом. Ну, ты нам передашь это все. Я устоял. 25 лет. Также Виктор Аблогин поделился своим видением работы депутата в Государственной Думе. По его мнению, это должен быть человек, который способен эффективно решать государственные проблемы. Это тяжкий огромный труд. Огромный труд. Вот, на решение вот этих всех проблем. И туда, на возряд, человек должен идти. И для того, чтобы попасть там. Нарплата там хорошая, говорят, я даже не знаю, сколько она там. Там какие-то другие льготы. Вот, туда надо идти работать. Просто работать, вот, ну, калывать на регион, который тебя тогда отправил. В завершении встречи градоначальник высказал готовность к любому роду общению с журналистами и выразил надежду на то, что они, в свою очередь, будут объективно освещать информацию. Очень важно, ну, так сказать, правдивая информация сегодня. Любят у нас иногда жареные гвоздики, но людям нужна объективная информация. Еженедельная городская планерка прошла 11 апреля в мэрии города. Какие вопросы стоят на контроле городских властей в нашем следующем видеосюжете. Еженедельная планерка администрации города началась с награждения победителей и призеров спартакиады трудовых коллективов. В соревнованиях по шахматам третье место заняла команда Горноалтайского государственного университета, второе место – Горноалтайская ЖКХ и почетное первое место заняла команда работников судебной системы Российской Федерации по Республике Алтай. Все более популярными в нашем городе становятся соревнования по плаванию. В этот раз состязались команды 19 коллективов. В упорной борьбе третье место досталось команде Водоканала, второе место занял Комитет по молодежной политике и победителем стала команда Ростелекома. Затем директор городской кадетской школы номер 4 Галина Владимировна Красикова рассказала о результатах участия школы во Всероссийском съезде воспитанников кадетских школ. Настолько успешно выступили воспитанники, группа, мы привезли по военно-прикладным видам спорта. Во-первых, диплом первой степени и кубок в целом. 42 региона были представлены на этих соревнованиях. Это около тысячи воспитанников. И четыре грамоты по различным видам за первое место, где и строевая подготовка, где огневая подготовка, подтягивания. Это тоже здорово. Есть у нас и призер-личник по подтягиванию, воспитанник 10-го кадетского класса. Кроме этого, две грамоты за второе место и третье место. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу в вашем присутствии еще раз поблагодарить командиров кадетского батальона Икутка Сергея Александровича и Петренко Юрий Николаевича, которые непосредственно готовили команды, вывозили. И за то, что мы вот когда-то в 2001 году приняли правильное решение на верном пути, и наши ребята нисколько не уступают воспитанникам кадетских школ и корпусов из различных регионов России. Рабочая часть планерки началась с обсуждения сложного вопроса о предстоящем сооружении канализационного коллектора в районе улицы Социалистической от строящегося зала акробатики. Принято решение о проведении выездного совещания на месте строительства. В связи с непогодой решено вернуться к ямочному ремонту городских улиц методом кирпичного бутирования. Работы по асфальтированию будут возобновлены после установления сухой погоды. Чтобы горожане имели возможность после зимы привести в порядок места захоронений родных и близких, поручен разработать график движения общественного транспорта на городские кладбища. Вновь поднимался вопрос необходимости очистки колес грузовых автомобилей, выезжающих со стройплощадок на асфальтированные улицы города. В рамках подготовки к майским праздникам запланированы работы по побелке деревьев, покраске бордюров и восстановлению дорожной разметки. 1 мая мы должны навести порядок его дворах. Непонятно, что будет дальше с погодой. Вот такая зима, которая была, вот видите, выливается в дождя, бесснежная. Она выливается в дождя. Возможно, все лето таким будет. Поэтому ловить тогда каждый погожий день. Слава Богу, весной говорит так, вот в сутки льет, час сохнет. И наоборот он сидит, не знаете, час льет, в сутки сохнет. Весной она быстро подсажает, поэтому надо заходить и работать. Потому что к праздникам надо уже подготовить с вами город. В завершении планерки мэр Виктор Аблогин представил руководителям служб и подразделений нового начальника отдела внутренних дел города Горнолатайска подполковника полиции Ярослава Владимировича Сапарова. Ну, кратенько, Акуна, как попал в эту должность? Я думаю, наверное, в интернете в цветах и краске расписали, значит, ну, кратко поясню. Значит, окончил школу в Алтайском крае, значит, родился в селе Яйцов, Кольцовского района, Алтайского края. Значит, после школы обучался здесь, в Горнолатайском государственном университете, значит, на физико-математическом факультете. Значит, после этого служба в армии, учеба в Барнаутском юридическом институте. Значит, и непосредственно прошел путь от инспектора дорожно-патрульной службы до сегодняшней должности. То есть, работал оперуполновоченным по борьбе с экономическими преступлениями, значит, начальником отделения, затем заместителем начальника, начальником криминальной милиции 8 лет. Ну, после этого, значит, после окончания Академии управления МВД России, значит, работал непосредственно в управлении уголовного розыска. После этого был направлен на территорию Ангудайского района, где возглавлял межмуниципальный отдел Ангудайский на протяжении двух с половиной лет. После этого, значит, начальник городского отдела. Ну, и кратко по оперативной обстановке разрешите. Значит, за прошедшую неделю она характеризуется как стабильно напряженная. Значит, всего совершено 27 преступлений, то есть, по которым принято решение о возбуждении уголовного дела. Выявлено 876 правонарушений. Значит, скончалось 10 лиц, но это не криминальный характер, а в результате болезни и несчастного случая. Значит, вчера угорел студент, то есть, предварительно вскрытие сегодня на контроле, это отравление уголовным газом. В частном доме? Да. Студент, третий курс, сам с Новосибирской области. Значит, был закрыт изнутри, то есть, не отвечал, значит, на телефонные сообщения. Поэтому друзья, знакомые, забили тревогу. Собственника пригласили, у него был запасной ключ. Открыл, значит, ну, обстановка не нарушена, значит, предварительно наркотические вещества не употреблял. Печка была теплая, ну, и характерный, значит, запах. Значит, также основной массив зарегистрированных преступлений составляет хищение чужого лишества, кражи. Это более половины зарегистрированных. Значит, и особая настороженность – это кражи в торговых центрах. Значит, видео у нас имеется, сейчас будем работать с миграционной службой активным, то есть, отождествлять личность, устанавливать данные преступников. Ну, и традиционно это мошенничество. То есть, хищение с использованием мобильных банков, а также водоносных программ через интернет. То есть, также памятки у нас приготовлены. В основном это касается, значит, молодежной среды студенты активно через интернет-магазины делают покупки, а также пенсионеры. То есть, до сих пор у нас схемы актуальны. То есть, ваш сын, муж, брат попал в беду, то есть, требуется денежное средство, в том числе и для сотрудников программительных органов, для решения так называемых проблем. То есть, задача поставлена, это в первую очередь, участковому полномочной полиции на своих закрепленных территориях пройти, донести до каждого, для того, чтобы у нас граждане не стали жертвами на машине. Пока все. Человек опытный, прошел районы. Город, конечно, напряжение, вот эта работа, да, наверное, все-таки здесь, вот, свой непростой участок, поэтому давайте будем где-то какие-то вопросы, будем помогать, Ярославу Владимировичу в окно, ну и просьба, так же обращайтесь со своими проблемами, вопросами, задачами, которые необходимо решать вместе нам. Вот. Ну что, давайте 7-го, так скажем. Пожелаем доброго. Спасибо. 7 апреля, во Всемирный день здоровья, на главной сцене Горно-Алтайска состоялась массовая фитнес-разминка в рамках молодежного марафона здорового образа жизни. О том, как прошло мероприятие, расскажут мои коллеги. Более 200 человек, не словом, а делом поддержали девиз молодежного марафона «Всем здоровый образ жизни», приняв участие в массовой фитнес-разминке на центральной площади города. Несмотря на небольшой дождь и пасмурную погоду, молодежь была полна энтузиазма и хорошего настроения. Вот и на высшем уровне, и из этого фитнес-разминка я получила море веселого, позитивного настроения и здорового духа. И, наверное, каждый человек сделал для себя вывод, что нужно беречь свое здоровье и заниматься здоровым образом жизни. Я бы всем пожелала, конечно же, крепкого здоровья, чтобы все, весь молодежь и все люди занимались спортом. Участников ожидала насыщенная программа, показательные выступления спортивных клубов и объединений города, демонстрация своих возможностей представителей стрит-воркаута, кроссфита и фитнес-клубов. К слову, отметить такие массовые фитнес-разминки стали традиционными для нашего города и проводятся во Всемирный день здоровья, начиная с 2011 года. Инициатором мероприятия выступает отдел по делам молодежи администрации города Горно-Алтайска. Угроза укуса клещей с каждым весенним днем становится все актуальнее. Пасмурная погода пока не позволяет провести санитарную обработку городских парков и скверах от этих вредителей. Поэтому даже в черте города пока нужно соблюдать меры предосторожности. О том, как себя защитить, мы спросили начальника отдела здравоохранения и социальной политики администрации города Ольгу Абрамову. Республика Алтай, в том числе и город Горно-Алтайск, столица региона, является территорией высокоэндемичной по клещевым инфекциям. На сегодняшний день действительно ситуация складывается сложной по данным инфекциям. Но здесь главное, что необходимо знать каждому из нас, это необходимо вовремя и правильно себя защищать. Обратившихся в лечебные учреждениями с каждым годом возрастает. Самый главный принцип профилактики является защити себя сам. То есть это не просто простые слова, это то, что необходимо делать каждому из нас. Прежде всего, с приближением теплого времени года, а это как раз весна, пик вещей, они очень активны в апреле, в мае и в июне остаются, поэтому каждый граждан нашего города должен иметь при себе это аэрозоль, то есть противоклещевой аэрозоль. В наших аптеках их можно приобрести. Достаточно высокий выбор таких препаратов. Они безопасны для человека, но тем временем губительно действуют на клещей, поэтому являются высокоэффективными препаратами. Кроме того, необходимо, естественно, это очень важно, находясь на природе, в лесу, а сейчас с приближением теплого времени года, мы часто бываем на своих приусадебных участках, в окрестностях, на природе, необходимо осматривать себя. То есть, находясь на природе, каждые 30 минут необходимо осмотреть себя, своего ребенка, своих близких, нет ли присасывания клеща. Ну а вечером, когда мы ложимся уже спать, то необходимо это делать ежедневно, проводить данную процедуру. Вакцинация населения – это тоже важная мера профилактики против клещевого энцефалита. То есть, мы должны понимать, что самое тяжелое заболевание, которое передается клещами, это клещевой энцефалит. И от него есть современная вакцина, значит, которой, конечно же, мы тоже не должны пренебрегать. Урочище Илланда вскоре станет особо охраняемой природной территорией регионального значения. Работы по преданию такого статуса ведутся уже не первый месяц. В минувший четверг, 7 апреля, в городской мэрии ученые представили проект эколого-экономического обоснования этого объекта. Продолжение темы в материалах моих коллег. Доктор географических наук, профессор Гурналтайского государственного университета Мария Сухова презентовала научные разработки мэра города специалистам городских служб и ведомств и иным заинтересованным лицам. В частности, в ходе работы ученые сделали особый акцент на природную особенность этой территории. У ПТ мы здесь рассматривали как памятник природы, не как природный парк, потому что все-таки статусы немножечко разные и ответственность разная. Парк подразумевает создание администрации, создание структуры управления и так далее. Памятник природы – это управление МПР. Соответственно, и контроль возлагается на министерство. Говоря об актуальности создания в этой части города особо охраняемой природной территории, мэр города заметил. Мы сегодня проводим первую такую презентацию проекта «Особо охраняемая территория». Хотелось бы отметить, что это символично. В день, в мир, на день здоровья мы проводим презентацию этого проекта. Потому как это напрямую связывается с здоровьем населения нашего города, нашей республики. Вы знаете, у нас вот уникальное место в Родчищи, Голландар, то, которое подвергается всяким судебно-режим нападкам, распродать, получить этот мэрошин и уйти оттуда. Там, говорят, трава не расти. И этот, вот так, что особо охраняемую территорию, сохранить. Сохранить не только для себя, для своих детей, внуков, поверьте. В завершении встречи было принято решение провести следующее совещание в урочище Еланда, чтобы на месте решить возникшие в ходе презентации вопросы. 7 апреля мэр города Горно-Алтайска Виктор Аблогин провел выездную планерку. Сотрудники администрации посетили места, где в скором будущем появятся новые или будут реконструированы имеющиеся игровые и спортивные площадки. Подробнее в материалах моих коллег. Тема очередного выездного совещания, которое провел мэр города Виктор Аблогин 7 апреля, строительство детских спортивных площадок в районе улицы Барнаульской на месте бывшей начальной школы номер 2, по переулку колхозному в районе Дубовой рощи и реконструкция площадки во дворе домов 69, 71 и 73 по проспекту Коммунистическому. Началось совещание на улице Барнаульской. Вот эта площадка, она зарезервирована для строительства детского сада и начальной школы. Вот поэтому мы ее бережем, но пока средств нет, вот этого строительства нет. Это место надо оборудовать как детскую площадку. 10 дней вам на подготовку проекта. 10 дней даем. После этого мы соберемся, когда будет готов проект, смету примерно, сколько надо нам затрат, для того чтобы привести порядок и вот это все сделаем. В этом микрорайоне у нас увидите, но нет ничего. Дети могли бы здесь спокойно заниматься. Следующей была площадка на переулке Колхозном в районе Дубовой рощи. Здесь она как водоохранная зона, проходила водоохранка, потом у Ладинского башена, у Ладинского водозабора, и мы ее зарезервировали. Поэтому надо ее планировать не для капитального строительства, мы не имеем права. Она и в резерве стоит. Тут 200 метров должно быть водоохранная зона. Так? 250. 250 даже. Вот поэтому предложение какое. Мы там не имеем права строить, в перспективе можно делать, оставить футбольное поле там, сделать, ну чисто поле выровнять, вот немножко подсыпать, и как футбольное поле дети могли бы тут играть в футбол, все это округло. А вот это место, вот это место, сделать как детскую игровую площадку. Вот. Вот на этой площадке задача также загородиться, вот сделать. Тут же будем проводить зимой елку, снежный городок ставить. А вот в этом месте, вот это наиболее высокое место, сделать, вот видите, снило, когда-то стояло. Вот сделать здесь, вот детскую площадку. Вот такая здесь работа. Тоже самый хороший уголок появится во всем этом микроопроводе. Так, да? Завершилось совещание во дворе домов 69, 71 и 73 по проспекту Коммунистическому. Знаете, вот эти три дома вот просят реализовать здесь, ну более, так скажем, интересные вот такие вот места для отдыха игр детей, да? Нам не убрать вот эти транзитные дорожки, люди все равно будут проходить. И вот эти вот пространства, они должны быть организованы под детские вот такие формы. Я даю вам не более двух недель вот эту площадку. А потом соберемся, затвердим и будем исполнять. Это, чтобы не было разночтений, значит, вот ту старую площадку подновим, она в принципе сгодится. Вот в этой центральной несколько, буквально минимум спортивной, вот это под благоустройство возьмем небольшой фрагмент. Ну и получается, для равновесия, наверное, те надо в порядок привести, которые есть, да? Ну конечно, надо здесь группу организовать. И уже что-то будет. Руководителям управлений и отделов администрации, участникам выездного совещания были поставлены задачи и определены сроки их выполнения. До начала сентября текущего года планируется построить 9 новых оборудованных всем необходимым детских и спортивных площадок по проспекту Коммунистическому в районе домов 69, 71, 73 и 162 по улицам Глухарева, Светлой, Строителей, Средней, Барнаульской, переулкам Колхозному и Хребтовому. Кроме того, принято решение доукомплектовать 11 уже существующих детских спортплощадок города. 10 апреля в самом центре города Горналтайска состоялось открытие нового салона «Ювелия ювелирная мода» в сети магазинов «Ювелия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ну, очень здорово, что в нашем городе открылся магазин прекрасных изделий. Прийти можно отвести души. Замечательно, красиво. Даже если тебе плохо, полюбоваться на красоту станет хорошо. Потрясающий бутик, потрясающая Татьяна. Потрясающая, потому что она несет красоту в Горном Алтае. Ее изделия – это просто шедевры. И каждая женщина, она знает, как украсить. Она знает, как ей подарить концерт. Успехов, процветания, любви, безусловно, любви. Много-много. Надеемся, что новый салон «Ювелия» станет любимым местом встречи с необыкновенной красотой и изяществом ювелирной моды. Шторы – это последний штрих для создания уюта в вашем доме. Отдел «Шторы» – торгового центра «Кристалл» по улице Чаросгуркина, 9, дропе 1. Каждую неделю новое поступление тканей. Выезд дизайнера на дом. Телефон 8 905 983 78 33. Магазины «Зеленый сад» сообщают о поступлении корней роз, сибирских сортов, морозоустойчивых, стопроцентное соответствие сортам. Для любителей сада и огорода продолжается продажа семян. Магазины «Зеленый сад» ждут вас. Это еженедельная информационная программа «Панорама недели», и мы продолжаем вас знакомить с самыми яркими моментами из жизни нашего города. И в ближайшие выходные в Горно-Алтайске. 16 апреля на Центральной площади города состоится последняя в этом сезоне сельскохозяйственная ярмарка, на которой, кроме традиционных сельхозтоваров, можно будет приобрести посадочную продукцию и материалы. Саженцы плодоносящих деревьев и кустарников, семена овощей и цветов. Начало ярмарки в 9 часов утра. С 16 по 23 апреля в Горно-Алтайске пройдет молодежно-доброводческая коллекционная акция «Весенняя неделя добра», которая объединит усилия тысяч волонтеров и волонтерских организаций города. Присоединиться к акции может любой желающий. Координатором выступает отдел по делам молодежи мэрии Горно-Алтайска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова 17 апреля в 17 часов в Большом зале Национального театра Республики Алтай пройдет гала-концерт 18-го Республиканского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна-2016». В последнее время в нашем городе стали нередкими случаи дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов. В очередной раз подобное происшествие случилось около 9 часов вечера в воскресенье 10 апреля в районе перекрестка проспекта Коммунистического и улицы Бориса Головина. Ведется разбирательство. С начала текущего года на территории Республики Алтай зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, виновники которых скрылись с мест ДТП. Из них 11 происшествий, в которых один человек погиб и 11 получили травмы различной степени тяжести. Госавтоинспекция напоминает, что за оставление места дорожно-транспортного происшествия кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде лишения управления транспортным средством до полутора лет, либо арест до 15 суток. В настоящее время в результате проведенных мероприятий полицейскими установлено и привлечено к ответственности более 40 водителей, скрывшихся с места происшествия. Оставление места дорожно-транспортного происшествия является одним из самых грубейших нарушений правил дорожного движения. Зачастую такими действиями водители пытаются избежать ответственности, установленной законодательством, либо скрыть факт управления транспортным средством в состоянии опьянения или отсутствия права управления транспортом. С начала текущего года оставили место происшествия 10 водителей, находящихся в состоянии опьянения. В случае ДТП с участием пешеходов водитель обязан сообщить о нем в дежурную часть ГИБДД, даже если пешеход не имеет претензий к водителю. Согласно статистике, в регионе возросло и число случаев невыполнения водителями требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Уже в этом году по статье 12.25 КОАП РФ к административной ответственности привлечено 45 водителей. Уважаемые граждане, если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия, то об этом необходимо сообщить в ГИБДД и передать сведения о скрывшемся автомобиле. Помните, что от ваших действий порой зависит жизнь человека и то, насколько быстро нарушитель будет установлен и привлечен к ответственности. Сотрудники отдела МВД России по городу Горноалтайску направили на уничтожение партию игровых автоматов, изъятых в ходе выявления и пресечения фактов незаконной игровой деятельности на территории республиканской столицы. После изъятия игровых автоматов и проведения соответствующей экспертизы судом в целях предупреждения и пресечения административных правонарушений, связанных с незаконным игорным бизнесом, было вынесено решение о их конфискации с последующим уничтожением. 11 игровых автоматов, которые хранились на специальном складе, были утилизированы на полигоне твердых бытовых отходов Майминского района. В настоящее время решается вопрос об уничтожении ранее изъятой партии игровых автоматов в городе Горноалтайске. МВД Республики Алтай напоминает, что ответственность юридических лиц за незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. В отношении физических лиц предусмотрена статья 171 пункт 2 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание штрафом в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. Сотрудники госавтоинспекции совместно с педагогами Майминского центра детского творчества провели конкурс на знание правил дорожного движения среди школьников и их родителей. «ПДД от А до Я знает вся моя семья». В нем приняли участие пять семейных команд, представивших образовательные учреждения района. Взрослые и дети выступили с визитными карточками, рассказав о своих семьях, а затем приняли участие в теоретическом конкурсе-экзамене на знание правил дорожного движения. Участники конкурса продемонстрировали знания устройств велосипеда, а также на время собрали пазлы с изображением дорожных знаков. Юные представители команд показали навыки вождения велосипеда, преодолев дорожку, коридор и прицельное торможение. Завершился конкурс с творческими выступлениями семей, которые исполнили песни и стихотворения, посвященные дорожной тематике. По итогам конкурса первое место завоевала семья Ермоловых из села Манжирок. Второй результат у семьи Аксеновых и Шелеговых из села Козелозек и Майма. Третье место разделили представители районного центра семьи Фроловых и Сумачаковых. Все участники конкурса награждены дипломами и памятными подарками. Организаторы конкурса отметили, что проведение таких мероприятий способствует сплочению семьи и позволяет сформировать у детей основные навыки безопасного поведения на дорогах. Паводковая обстановка на реках Республики Алтай на особом контроле главного управления МЧС России по Республике Алтай. В связи с продолжительным выпадением осадков наблюдается повышение уровня воды в реках. В соответствии с решением Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям, все органы управления и службы переведены в режим функционирования повышенной готовности. В главном управлении развернут оперативный штаб. Пять оперативных групп проводят мониторинг паводковой обстановки в районах, традиционно подвергающихся паводку. В том числе это Майминский, Чойский, Турачакский, Шибалинский районы, город Горноалтайск. Во всех муниципальных образованиях ведется наблюдение за уровнями воды на специально организованных гидропостах. Это 22 поста от республиканского ЦГМС и 70 постов, организованных силами муниципалитетов. Информация поступает в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Алтай от глав муниципальных образований. Во всех муниципальных образованиях определены и подготовлены пункты временного размещения населения. По состоянию на 13 апреля наблюдается незначительное повышение уровня воды в реках Майминского, Турачакского, Ангудайского, Чемальского, Усть-Коксинского районов. В городе Горноалтайске. На реках Катунь, Кокса, Урсул, Бия уровень воды повысился от 4 до 22 сантиметров. На реке Маймана 37 сантиметров. Существует значительный запас до критических отметок, однако необходимо быть в готовности своевременно принять меры безопасности. В готовности к реагированию на осложнение паводковой обстановки 3 887 человек, 812 единиц техники, в том числе 135 единиц инженерной техники, 97 плавсредств и 3 воздушных судна. Это два вертолета Ми-8 и вертолет Робинсон авиалесоохраны. Сформирован финансовый резерв в размере 30 миллионов 386 тысяч рублей, включая резервные фонды муниципальных образований. Сформирован материальный резерв на сумму 67 миллионов рублей. Это спальные принадлежности, отопление, инструмент, палатки. Продукты питания, медикаменты, строительные материалы зарезервированы на договорной основе. Гражданам, проживающим вблизи рек и озер, необходимо заранее позаботиться о сохранности своего имущества, приготовиться к возможной эвакуации в пункты временного размещения, узнать в местных администрациях, где определены места таких пунктов. Необходимо приготовить документы, теплые вещи, продовольствие, внимательно следить за информацией о паводковой обстановке, выходящей в СМИ. Уважаемые телезрители, такой была минувшая неделя в республиканской столице. Смотрите панораму недели еженедельно по средам в 19.00 на телеканале Планета ТВ. Повтор программы в записи можно посмотреть каждый четверг в 14.00, а также каждую пятницу и воскресенье в 8 часов 5 минут. Связывайтесь с нами по телефону 241-97 или по адресу электронной почты панорама недели собакамail.ru Как всегда, нашу программу завершает народный календарь «Прогноз погоды» и рубрика «Город 20 лет назад», в которой мы покажем архив панорамы недели образца 1996 года. Я, Надежда Нестерова, на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире! Вчера в 22.30 состоялся объезд официальной делегации Республики Алтай на празднование Дней Алтайской культуры в Москве. В составе делегации руководители Республики, главы городской и районных администраций, представители ветеранов и средств массовой информации, а также творческая группа артистов, художников, писателей и работников науки. Республики Алтайской культуры в Москве Я готовил, подготавливал это мероприятие, поэтому мое настроение, лишь бы все были довольны перед отъездом. Ну, чувствую, что настроение сегодняшнего коллектив сейчас выступал здесь. Мне кажется, что немножко довольны и устраивает сегодняшняя поездка всех. Поэтому надеемся, что и там будет весело и интересно проведены все мероприятия и все дни. ПЕСНЯ Нормальным настроением едем работать и заниматься серьезной работой. Там действительно много проблем, я полагаю, нам удастся их разрешить. ПЕСНЯ 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 Это использование вот этой поездки в интересах дела, в интересах республики, в интересах нашего города. И мы очень надеемся, что эта поездка принесет не только радость встречи москвичам, но и также всем тем, кто любит Горный Алтай, кто познакомится впервые в Горном Алтае. И, конечно, мы считаем, что очень большая дата, интересная дата, и мы с честью выполним ту миссию, на которую нам возложило наше правительство и госсобрание Алкурултай. 12 апреля в Республиканском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Сыргальди», посвященного 240-летию вхождения алтайского народа в российское государство. Постановку спектакля по своему сценарию осуществила именитейшая актриса нашего театра, заслуженная артистка Российской Федерации Анна Чекчеевна Балина. Поздравляю вас с премьерой. Вы автор сценария и режиссер-постановщик. Что положено в основу спектакля? В основу спектакля, наверное, прежде всего дух народа, потому что слово «Сыргальди» имеет у нас на языке несколько значений. В Сыргальдин есть трава такая. Раньше люди по этим травам определяли, какой будет год. Были скотоводы, кочевники. Если возле дороги эта трава ложится, значит, год будет неприятный. Если трава стоит, значит, год будет хороший. А если сказать «Сыргальдин» – это наречённая, или по-русски обручённая. И подруга моя, или вот молодые, жену зовут «Сыргальдин». Вот это. А вообще мне хотелось бы вообще в основу постановки заложить такую мысль. Вот эта трава «Сыргальдин», она на ветру поёт. «Сыргальдин». Какая бы погода ни была, если трава стоит и поёт, то значит, год хороший будет. Значит, если народ поёт, сохранили свои обряды, обычаи, свои песни, значит, народ жив. Основная мысль вот такая была. Хотелось мне вот это. Удалось или нет, не знаю. Конечно, я очень благодарна актёрам, которые принимают участие, которые, естественно, вкладывали какой-то вклад, помогали. Кто играет в спектакле, кто занят, кто исполняет главную роль? Главную роль, тут, понимаете, главную роль трудно определить, но, наверное, скорее всего, главную роль, я хочу думать, что это обаим старик, который, зная, что молодые скоро поженятся, подождал их на перевале и дал им какой-то урок обычаев наших родителей. Почтение природы своей, родины, почтение очага, почтение родителей. Вот это через него идёт весь этот урок. Вы планируете поехать из спектакля по республике? Да, конечно, конечно. У нас это самое, наверное, благодатное. В нашей работе это быть перед зрителями. Но финансовые вопросы сами знаете, что расходы, получается, сейчас больше, чем доходы. Но в этом не виноваты ни зрители, ни мы. Нам хочется выезжать. Мы рады бесплатно показывать им. Но, естественно, организации, которые нас содержат, доходы тоже нужно, чтобы нас содержать. Сегодня был полный зал зрителей. И, в общем-то, это успех? Мы не ожидали, честно говоря. Последние дни вот светом, такие перебои были. У нас ещё параллельно идут концертные программы к Дням культуры Алтая в Москве. Там заняты, у нас актёры. Поэтому урываем время. Конечно, что-то, наверное, не доделали, но просто не успеваем. Но я надеюсь, что актёры это сами знают, где что. Всё это наладится. Ну что ж, ещё раз вас с премьерой и дальнейших творческих успехов. Спасибо. Спасибо, Прихон. Чёртый чёртый! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Синоптика 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 Субтитры создавал DimaTorzok